Доброго времени суток! Во-первых, у меня хорошая новость. Нас стало больше 400, и это здорово, серьезно. Может быть, я как ребенок радуюсь, что подписчиков стало на 100 больше, но для меня это реально событие, для меня это всегда приятно, здорово, и мне интересно. То есть вот интересно заниматься всем этим. Я рада, что люди разделяют мое мнение, либо просто им хочется, так сказать, смотреть мои видео. То есть в любом случае все это делается не зазря, и лично мне это реально приносит огромное удовольствие. Вот. Но, знаете, тема сегодняшнего видео, она будет немножко такой грустноватой, если честно. Часто мне говорят, что я не выращу ребенка нормальным, достойным мужчиной, да? То, что ему нужно мужское воспитание. Но, ребят, вот серьезно, если его отец не хочет участвовать в его воспитании, ну, то есть как бы связь мы с ним потеряли конкретно, то есть как-то последний раз мы связывались в конце августа, если не ошибаюсь. Вот. И, ну, человек не хочет видеться с ребенком, да, то есть как-то не тянется к нему. То есть я же не буду ехать к нему, да, и говорить, вот, ребенок, возьми, да, и давай ему мужское воспитание. Я забила, то есть, возможно, это лучший вариант развития вообще для всех, в общем-то. Не буду говорить по каким причинам. Вот. Но, тем не менее, сейчас малышу два с половиной года, и ему больше нужна мама, нежели папа. Это, опять-таки, на мой взгляд. Будет подрастать, да, безусловно, нужно мужское внимание. Но, опять-таки, я ушла от супруга бывшего 7 марта. Сейчас только середина ноября, и я считаю, что 7 месяцев это маленький срок, чтобы скакать из одних отношений в другие. И, несмотря на то, что в нашей семье было все как-то так грустно, да, в любом случае это разрыв, и он дался мне нелегко. То есть это я вынашивала, в общем-то, очень долго. Поэтому, ну, по поводу отношений наших с супругом это отдельная история. Безусловно, как бы это не заслуживает особого внимания. Но воспитание детей, на самом деле, это очень тяжелая стезя, да. И сейчас вот, да, если я найду какого-то другого мужчину, все скажут, вот, там нашла оленя, и она его юзает, и прочее, 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 да. Но сейчас, скажем так, не время для всего этого. Потому что, во-первых, я не отошла, во-вторых, все равно ребенку папа особо сейчас не нужен. Вот. И, в-третьих, чтобы строить отношения, действительно нормальные отношения с кем-либо, нужно все-таки от прошлых отношений действительно отойти и не строить на осколках что-то, а строить что-то новое. Хотя, в принципе, я считаю, что, раз по не умею строить отношения, в любом случае, осколки, так сказать, всегда будут присутствовать в их жизни. Вот. Но, опять же, что меня еще больше всего пугает, так это не отношения с новым мужчиной, а влияние нового мужчины на ребенка. Если бы я растила дочь, возможно, бы я вообще просто бы даже об этом не думала, не парилась и просто бы растила дочь куда-то дальше. Потому что, ну, мужское воспитание, конечно, и девочке важно, да, но не в таком количестве, как мальчику. Вот. Но проблема совершенно в другом. Проблема в том, что другой мужчина, да, он может привести ребенку очень тяжелый моральный вред. То есть просто растоптать его психологически, как личность. И трижды при знакомстве, да, при общении, долгом общении я могу думать, что это, о, супер-мужчина и прочее, 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 да. Но в семейной жизни все мы ведем себя совершенно по-другому. Это вам любой человек скажет. Как только вы в позиции встречаемся, да, то все-все здорово, все круто, да. А как только начинаете жить вместе, начинается какое-то дерьмище гребанное просто. Ладно с ним, с бытовухой, да, то есть носки грязные, посуда грязная, это все ерунда. Но, тем не менее, у человека возникает такой момент, знаете, щелчок в голове, типа, а что, куда она или он денутся? Вот и все. И начинается вот это паскудное отношение иногда. Но это когда люди не умеют вести себя друг с другом. Но где гарантия, что этого не будет? Так ведь? Так. Поэтому над этим вопросом я задумаюсь позже. И сейчас, ребят, я вам расскажу одну историю, которая опять произошла в Волгоградской области. Вообще, этот год гораздо на такие события нехорошие, реально, просто от ковида до убийств. Дело в том, что в Волгоградской области 32-летний мужчина, сожитель, женщина, у которой было трое детей от прошлого брака, сначала изнасиловала, потом убил девочку 10 лет, ее дочку. Они были знакомы две недели. И вот пока он насиловал бедную девочку, да, а затем душил ее, мать спалила просто в соседнюю комнату, потому что она нажралась в холомище. И да, я понимаю, они маргиналы, да, просто гребаные маргиналы. Но как вообще она могла просто пустить мужчину, который, вы знаете, две недели к себе домой? Как? Вот насколько просто материнский инстинкт должен быть не то, что приглушен, а нахрен наглухо отбит просто? Я реально, честно говоря, не понимаю всего этого. Когда женщины ведут домой мужчину, которого знают практически нет ничего. Причем жить вместе, бухать вообще. Ты, когда у тебя маленькие дети, какое нахрен бухание. Иди на завод работы, да, а потом еще на подработку курьером, я не знаю, в Яндекс.Еду. Вот и все. Вот это, блин, жизнь матери-одиночки должна быть. А не вот это вот все. Просто попойки и бухание. И вот, пожалуйста, просто. Где теперь вот двое детей будут остальные? Одна дочка на погосте, да, двое детей останутся просто сиротами. Потому что папа не понятно где, потому что мамашка, извините за выражение, которая бухает, да, и сейчас просто будет непонятно где тоже, скорее всего, тоже срок будет отбывать. Вот. Да это лечение прав, просто дети в детдом, скорее всего, уйдут. Все. Вот как так? И после этого я плохая, что я не хочу кого-то домой везти так быстро. Что я вообще боюсь отношений. Да, да, я боюсь отношений. Да, я не бухаю, я вообще не пью, мне алкоголь противен, но где гарантия, что я не ошибусь с выбором человека? Где? Где эта гарантия? Кто ее даст? Ее никто не даст. И, может быть, просто пока сейчас я до сих пор морально неустойчивая, да, то есть я не отошла от всего этого. Скажите, я могу смотреть объективно на человека, с которым, возможно, в дальнейшем я смогу вести, так сказать, общий быт, да, завести семью полноценную, новую? Сейчас я не смогу трезво оценить, я просто не отошла от прошлых отношений. Поэтому смысл бросаться с головой в омут, это глупо, это крайне глупо. Вы просто задумайтесь о тех женщинах, да, которые вот так вот просто ведут домой, абы кого? Что хорошего? Вот что хорошего? А вы знаете, сколько таких случаев бывает? Вот он убил ребенка, да, и все, он теперь будет сидеть, а ребенка, все, его не воскресишь никак. А сколько случаев, когда просто всякие уроды насилуют детей, пока мамаша спят за стеной, а дети не говорят. И насилуют и девочек, и мальчиков насилуют. Вы понимаете просто? Вот к чему все это ведет. Ладно, бог с ним. Оставим педофилов и прочее, прочее, да. Но тем не менее, где гарантия того, что, допустим, я уйду на работу, да, а мужчина не будет бить моего ребенка? А этот будет молчать. И я не буду понимать, что творится. А вы знаете, сколько таких семей? Детей просто втихаря лупят от родителей именно родных. Мужья, жены новые. Вы что, думаете, только мужчины такими уродами бывают? Нет. Бабы вообще просто порой такие вещи творят. Поэтому, и даже если, допустим, новый родитель, и неважно, женщина это или мужчина, они могут, собственно, не только бить, насиловать, они могут морально угнетать ребенка, гнобить его, обзывать, унижать, всячески просто принижать его чувство, собственно, достоинства. А ребенок, пока мой возраст маленький, не будет этого понимать. Он просто будет расти, не знаю, задолбленным, недолюбленным ребенком. Все. И, может быть, простите, лучше воспитать какого-нибудь там мамину сищу, да, чем просто человека, который будет не готов даже в общество выйти. Вот и все. Каждый выбирает для себя и для своей семьи. Одним им все равно, что их ребенка убьют и изнасилуют, а другим нет. Может быть, дело в этом. И нет смысла просто говорить, что вот ты не любишь своего ребенка и прочее, прочее. Знаете, очень легко на самом деле задеть женщину. И я сегодня одному молодому человеку отвечала на комментарии, я ему говорила, что на самом деле женщину очень легко задеть, сказав, что она хреновая мать, сказав, что она вырастет свое потомство, неважно, сына, дочку, кого угодно, хреновыми, неготовыми, там, не знаю, стать нормальными людьми, что не даст воспитания в любом случае, что-то задеть в любом случае потомству. Это бесит практически любую нормальную женщину. И последний коронный вопрос из серии, что ты можешь дать мне помимо секса-вагины? Любую женщину бомбанет от этих вопросов. Абсолютно любую. И меня бы бомбануло, знаете, ребята, если бы я не знала этой фишки. Вот, серьезно. Когда начинается такая нездоровая канитель из серии, что ты можешь дать, ты не воспитаешь, ты плохая такая-сякая, я сразу сливаюсь. Вообще, как только начинается какое-то унижение, я всегда сливаюсь. Потому что я не вижу смысла привлекаться с такими людьми. У меня время не так ограничено. Я занимаюсь ребенком, да, я придумываю какие-то идеи для ютуба, я думаю об этом. У меня параллельно есть подработка, то есть у меня параллельно есть рекоменд, где я занимаюсь отзывами. То есть мне хватает увлечений, и время мое, оно просто распланировано, чтобы тратить его на гавканье именно. Время должно тратиться продуктивно. То есть я считаю именно так. Если кто-то не согласен, ну, это нормально. У каждого свое мнение. Смысл вот этот вот высирать друг другу мозг, если нужно просто уважать чужое мнение. Ну, кто-то говорит, ты распай это дно, да, ну вот пускай она останется при своем мнении. Ну, что вот я должна говорить, нет, это не так, они все распают дно, да. Блин, и есть дно, есть днище, и есть просто дура. И что теперь, вот что, вот что. Ничего. Поэтому это крайне глупо. А когда мне мужчина говорит, ну, к слову, мне еще такого не говорили, но тем не менее. Если бы мне мужчина сказал, что что ты мне можешь дать помимо секса или там тухлого пирожка, да, я честно скажу, я даже психовать не буду. Я просто заранее заведомо знаю вопрос, вернее ответ на этот вопрос. Я вам просто скажу, друг, а вот если ты дошел вот своим умом до данного вопроса, да, вот он тебе в голове встал, то скажи, есть ли вообще смысл тогда в наших отношениях? Они заведомо уже тогда обречены на провал. То есть, если мужчина говорит женщине, что ты мне можешь дать помимо секса, значит, он уже не видит смысла вообще в целом с ней строить какие-либо отношения, и все, что его связывает с ней, это просто секс. А если это так, то это не отношения, это просто поебушки. И это скучно. Не, я не спорю, как бы в сексе много прекрасного есть, да, но если мужчина и женщина настроены именно на отношения, то такой вопрос у него вместе. Вот. А если он встал, значит, нахрен такие отношения обоим не нужны. Вот и все. Поэтому нет смысла искать нового папу, как бы, моя жизнь сейчас прекрасна, да. У меня есть стабильный секс, и пускай это гостевые отношения, мне все равно, меня это устраивает. Как бы все хорошо, все здорово, но никто не лезет с воспитанием к моему сыну. Я сама его воспитываю. Я вкладываю, как я умею. Да, я не спорю, я где-то хреновая мать моментами, и, может быть, я не так все это делаю, но я пытаюсь, я пытаюсь заботиться о своем ребенке. И, опять-таки, одна из причин ухода именно от бывшего супруга, это как раз-таки то, что я думала о своем потомстве. То есть мне очень важно растить ребенка в нормальной атмосфере, в нормальной обстановке. Да, я не спорю, зачал, возможно, я у меня от того человека, но я хотела ребенка, я его получила, я его ращу. Куча осуждений. Ребят, все равно, на самом деле, все равно, ситуация уже такова, что ничего не исправить, и камбэков не будет, не будет камбэков. Я никогда не вернусь к своему большему супругу. Не я не вернусь, и, надеюсь, он меня не примет нафиг больше. Зачем вот это вот из пустого в порожнее, все равно мы придем к тому, чему мы пришли. Все. Поэтому нужно трижды думать вообще, с кем вы строите свою семью. Я ошибалась, и я очень надеюсь, что эти ошибки кого-то чему-то научат. Вот и все. То есть я не пропагандирую развал семьи. Никоим образом. Но я всегда говорю, что если вы видите, что ваша семья обречена, лучше разойдитесь. Это куда честнее, чем жить ради детей. Дети вырастут. Вырастут дети, понимаете? И потом, когда они вырастут, и они узнают, что мама или папа, или они вообще вместе оба жили друг с другом просто потому, что так положено ради детей. Ребят, вы еще большие комплексы в них разовьете. Серьезно. Я видела детей, которые росли в семьях полноценных. А потом выяснялось, что мама хотела давно от папы уйти, потому что он там бухал, бил. Да это распространенные причины. Давайте не говорим, что все распыхи так говорят. Все женщины уходят только поэтому, потому что бухает и бьет. И то, даже если бухает, не все уходят. А вот если бьет, большинство уходит. И слава богу, правильно делают. Вот серьезно. Но тем не менее, да, ценность семьи, она важна. Институт брака, он важен. Семья действительно, это важная ячейка общества. Но тогда, когда вы действительно любите друг друга. А не тогда, когда вы живете просто родить детей. Когда вы ложитесь спать жопами друг к другу и думаете, господи, как я ненавижу тебя или ее. Вот и все. Семья должна быть нормальной. Где нормальный папа и мама. И поэтому связываться оба с кем тоже не вариант. Если ваша семья развалилась, нечего тащить домой. Другого мужчину или другого мужика, вернее, другую женщину просто. Ну, бывает же такое, что дети с отцом остаются. И тоже некоторые мужчины бегом ищут каких-то мам, там, я не знаю, мамозаменителей. Не всем, но все равно ищут некоторые. Потому что боятся быть одни. А как же там они детей будут растить? Все равно некоторые об этом задумываются. Но не стоит торопиться тащить нового человека в свой дом. Это, не знаю, из серии «семь раз отмерь, один раз отрежь». Потому что ломать психику ребенку – это серьезный шаг. Тоже стоит задумываться вообще, что вы делаете. Вы и так совершили ошибку, да? Смысл просто добивать ребенка всем вот этим вот. Поэтому, надеюсь, эта история кому-то будет полезной. Мои мысли, надеюсь, кому-то будут полезными. И, может быть, видео получилось грустным, но ситуация такова, что люди, которым мы доверяем, чаще всего оказываются немножко не теми людьми. Поэтому стоит думать, стоит присматриваться и иногда вообще просто не торопиться с этим. Вот. В любом случае, спасибо, что вы со мной. Вот. Надеюсь, еще неделька и будет у нас 500. Вот. Хотя, знаете, количество не важно, важно качество на самом деле. Когда есть обратная связь, когда люди реагируют, когда кто-то даже не согласен с моим мнением, но это все как-то аргументируется, а не серии, там, раз по дну, и все. Вот. Никого не хотела обидеть, никоим образом, вообще абсолютно никоим образом. Это просто мое мнение, ни больше, ни меньше. Вот. В любом случае, спасибо, что вы со мной. И всем добра-бобра. И до следующего видео. Спасибо. Спасибо.